Председателя ТОС «Возрождение» в Сирентьевке знает каждый. И Ксения Щетинина не только активистка, но и ответственная за хорошее настроение и здоровье своих подопечных. Общими усилиями в селе отремонтировали спортивный зал. Теперь же в нем занимаются все желающие. Для пенсионеров проводят гимнастику «Белояр». Комплекс упражнений направлен на омоложение организма. А по соседству теперь заработал массажный кабинет. Мне очень нравится. У нас прекрасный здесь коллектив. У нас очень хорошо, очень все такие ответственные, очень даже порядочные все люди. И у нас мало того, что у нас долголетие, тут еще у нас приходят люди. Каждый, у кого как время есть, плестесеть. Не отстают соседи из села Тиинск. Жители серебряного возраста регулярно занимаются физкультурой и скандинавской ходьбой. Теперь в населенном пункте также открыли центр здоровья, на базе которого можно не только измерить давление и пообщаться с медиком, но и сделать массаж. Много тем занимались со старшим поколением. Они у нас вообще очень активные жители. Мы по линии культуры ставили сценки и спектакли, выезжали с этими спектаклями. И массу разных мероприятий проводили. И по благоустройству всегда активно. Субботники проводили, облагораживали места всевозможные. И вот сейчас уже у нас появилась такая возможность, что открыть центр здоровья. Открыли центр здоровья в селе Никольское на Черемшане. Теперь жители могут заниматься дыхательной и суставной гимнастикой, ходить на процедуры, делать различные виды массажа. В дни открытия центров здоровья в ТОСах провели праздничные концерты и чаепития. На территории Меликетского района довольно успешно развивается территориальное общественное самоуправление, чему мы, безусловно, рады и приложим все усилия. И с помощью ассоциации ТОС Ульянской области, безусловно, продолжим это направление. Центры здоровья удалось открыть благодаря выигранным грантам. Общественные самоуправления стараются регулярно участвовать в конкурсах, чтобы развивать социально полезные проекты. Больше двух тысяч ульяновцев на данный момент получают социальные услуги в центрах активного долголетия, которые работают при ТОСах. Буквально совсем недавно было поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о передаче социальных услуг некоммерческим организациям. В настоящее время 49 ТОСов вошли в реестр посвящиков социальных услуг, 45 центров активного долголетия действуют на базе ТОС. Напомним, в Ульяновской области зарегистрировано более 450 территориальных общественных самоуправлений. По количеству ТОС юридических лиц регион занимает первое место в ПФО и второе место в России.